Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы хотим на конкретных примерах показать, что этнические немцы искренне считали Украину своей родиной и они были пионерами во многих отраслях. И благодаря своему трудолюбию, таланту и порядочности немцы внесли огромный вклад в развитие Харьковщины и страны в целом. Значительное поколение этнических немцев считают своей второй родиной Харьковщину. Еще с конца XVIII века их предки пустили свои корни на слабожанщине и вошли в историю Харькова как выдающиеся просветители, промышленники, ремесленники и меценаты. Практически во всех сферах им удалось стать первыми и занять достойное место среди прочих местных национальных меньшин. Исторические материалы утверждают, что уже в конце XVIII века в Харькове существовала небольшая немецкая колония, которая активно росла и уже к концу XIX века имела более 2000 человек. Из немцев 300 человек стали дворянами, 138 почетными гражданами, занимавшие в городе важные посты. Со времени основания Украинской Слободской губернии и к началу XX века 9 немцев были губернаторами Харьковщины. Среди жителей лютеранской общины Харькова в начале XIX века были люди разных чинов, званий и профессий. Коллежские и титулярные советники, врачи, учителя, садовники, слесари и ткачи. Какой же образ жизни вели в то время харьковские немцы? Вот что вспоминает немецкий историк Рейнард. Общество немцев немного отличалось от среднего класса местных жителей. Тот же семейный характер, только более уютный. Дамы собираются в гостиной за чайной церемонии и обязательно с ручной работой. Это вязание, плетение. О чем говорили? Да обо всем. О новостях, о модных тенденциях, о прочитанных романах, о благотворительных делах. Мужчины в это время курили и пили пунш с ромом. Содержательными и азартными были молодежные забавы. Они вместе устраивали литературные обсуждения, разгадывали шарады, играли в домино, мельника, фанты. Это любимые игры немцев. Играли на фортепиано, часто пели хором любимые немецкие арии, романцы. Традиционно вечеринки продолжались танцами. Чаще всего танцевали вальс, аугустин, котельон. А уже после танцев гостей вечеринки приглашали на пиво с бутербродами. Кто хотел, мог выпить и красного вина или маленькую рюмочку шнапса. В 40-х годах XIX века в Харькове, также по воспоминаниям историка Рейнгарда, у немцев был общественный клуб. Он гремел славными вечерами и конкурировал с дворянскими собраниями. В клубе не было чрезмерного официоза. Напротив, учитывая достойное поведение и этикет, здесь царила простота и задушевность. Этот клуб был на Московской улице, в доме купца Чистякова. Для мужчин вход был платным, по стоимости 1 рубль 50 копеек. Для женщин вход был бесплатный. Кроме того, их угощали фруктами и напитками. И вот что отмечает историк Боголей. Немцы никогда не имели права жаловаться, что им в Харькове живется дурно. С обычным своим благоразумием они устраивались здесь очень удобно. Хотя немалую роль при этом играло и то обстоятельство, что они всегда находили поддержку своих соотечественников, занимавших высокие посты в губернском управлении или были влиятельны в обществе. В начале XIX века среди национальных меньшинств Харькова именно немцы заняли достойное место практически во всех сферах. Значительным стал их вклад в развитие Харькова в отрасли медицины, науки, архитектуры, образования, промышленности, искусства и культуры. Еще два века назад немцы в Харькове представляли западноевропейскую культуру. Среди них были известные просветители, промышленники, меценаты. Именно на средства меценатов и был открыт Харьковский университет. Причастным к этому стал губернатор Бахтин. Он подарил свой губернаторский дворец под первое здание университета, которое сохранилось и сегодня на улице Университетской. Сейчас здесь расположена инженерно-педагогическая академия. При открытии университета недостаточным был профессорско-преподавательский состав. И по рекомендации великих немецких поэтов Гюте и Шиллера в Харьков приехали достаточно известные профессора из Германии. Из 47 профессоров, которые работали здесь первое десятилетие, 29 это были иностранцы. И большая часть из них немцы. Величиной первой был Людвиг Якоб. Он был ректором Гальского университета. После закрытия уехал сюда и отстаивал автономию университета, что очень важно было на начальном этапе становления университетского образования в России. Не менее известен был философ Шад, который стал основателем философской школы в Харьковском университете. Очень последовательно отстаивал идеи гражданских свобод. Свободы слова, печати и так далее. Если говорить еще о таких именах, которые были светилами, то это профессор химии Гизе, который заложил основание местным исследованиям края. Он начал исследовать метеориты, минеральные воды, полезные ископаемые. К нему вот примыкает имя Гута, астронома, который привез сюда в Харьков значительное количество астрономических реборов. И в 1810 году основал первую обсерваторию во дворе университета, которая начала метеорологические наблюдения в Харькове. Кроме того, он также предложил, чтобы во всех научных учреждениях Харькова их было не так много, и даже в гимназиях выполнялись метеорологические наблюдения. В 1808 году у нас уже были прочитаны первые лекции по астрономии. В конце 19-го, начале 20-го века вот этот подход к науке, немецкий подход, колоссальная трудоспособность, колоссальная эффективность, дисциплинированность была, по сути, унаследована астрономами, которые здесь работали. Людвиг Отович Старуэ и его сын Отто Людвигович Старуэ по происхождению немцы, которые в конце 19-го, начале 20-го века очень тесно были связаны с Харьковским университетом. Людвиг Отович до 1920 года руководил Харьковской обсерваторией. Он был одним из тех людей, которые впервые определили вращение нашей галактики. Наиболее известным человеком из этой династии Старуэ является Отто Людвигович Старуэ. В мировой науке он был одним из самых выдающихся астрофизиков 20-го столетия. В астрономии не существует ни одной высшей награды, которой не был бы удостоен Отто Людвигович Старуэ. Журналистика начальная была связана во многом с Харьковским университетом и с этими иностранными профессорами, потому что первая газета «Харьковские известия», которая была основана в 1812 году, была основана немцем Карлом Нёльфеном, который читал у нас курсы по сельскому хозяйству. Он публиковал Харьковские новости и также сведения о развитии сельского хозяйства. Среди таких известных имен это Брант, сын не менее известного ученого Федора Федоровича Бранта, тоже зоолог. И в Харькове он известен как основатель Харьковского зоопарка, но он, конечно, сделал для университета намного больше. Они показали даже другой стиль жизни. Они по-другому, может быть, одевались, они по-другому вели себя в семейной обстановке, они организовывали свои какие-то собрания. Это тоже влияло на город, это оказывало влияние на окружающую среду. Кстати, именно иностранные профессора инициировали замощение улиц города Харькова и настаивали на том, что необходимо сушать болото. То есть климат изменился даже харьковский во многом благодаря этим харьковским профессорам. Мировыми стали имена харьковских немцев и в науке. Фридрих Хоттерманс создал первый в мире электронный микроскоп. С 1935 года он был научным руководителем ядерной лаборатории Украинского физико-технического института. Фридрих Ланге разработал первую в СССР атомную бомбу, основал лабораторию ударных напряжений, построил самый большой генератор Маркса с напряжением в 5 миллионов вольт. Антон Вальтер, основатель и руководитель кафедры ядерной физики Харьковского национального университета имени Каразина, принимал участие в расщеплении атомного ядра, построил первый в мире ускоритель на 2 миллиарда электровольт. Александр Вайсберг стал основателем Международного физического журнала и проектировал строительство исследовательской станции глубокого охлаждения Украинского физико-технического института. Неоднократно немцы становились и ректорами Харьковского университета. Это был филолог Иван Кронеберг, педагог и писатель Карл Фойхт и ботаник-профессор Людвиг Рейнгард. Именно он был первым избранным ректором Харьковского университета. Открытие в Харькове университета повлияло и на развитие самостоятельных наук, в том числе и медицины. Именно от профессоров медицинского университета, которые занимались лечебной практикой, харьковчане впервые и получили медицинскую помощь. Когда в Харькове в 1907 году открылся медико-механический институт, его директором был немец Карл Вегнер. Сейчас это учреждение носит имя его ученика Михаила Ситенко. Это Харьковский институт патологии позвоночника и суставов. Именно Вегнер стал инициатором школы ортопедов-травматологов. Разработки и применение способов для лечения переломов костей конечностей методом постоянной вытяжки. Именно он внедрил скелетную вытяжку при переломе бедренной кости. Университет должен быть благодарен ему за то, что во время его руководства кафедрой было построено прекрасное здание специально для преподавания анатомии и проведения различных исследований в этом плане. Известному хирургу, ученому, педагогу, немцу по происхождению Вильгельму Грубе удалось основательно изменить принципы хирургии и создать солидную научную школу и плеяду талантливых хирургов. По инициативе Грубе была создана и прогрессивная организация «Харьковское медицинское общество». Когда он приехал сюда, он начал активную деятельность по реформированию клиники, факультетской хирургии. Потому как он относился к своим ученикам, он видел в них людей, которые могут впоследствии продолжить эту его деятельность. В частности, вот я и называю второе имя Харьковского хирурга-немца Тринклера Николая Петровича, который тоже явился учеником Вильгельма Федоровича Грубе. Вместе с ним уже во второй половине деятельности Харьковской Вильгельма Федоровича, он помогал ему в проведении асептических мероприятий в Харькове, для того, чтобы предупредить огромное множество смертельных случаев после блестяще проведенных операций. И мы должны быть благодарны за то, что здесь у нас в Харькове появилось четыре первых университетских клиники. Терапевтическая, хирургическая, акушерская и офтальмологическая. Вот эти четыре клиники построены были и открыты в 1896 году, и дата эта считается датой создания областной клинической больницы. Одним из учеников Грубе был и профессор-офтальмолог с мировым именем Леонард Гиршман. Принявший протестантизм, он был прихожанином немецкой литеранской кирхи и глубоким поклонником немецкой культуры. Именно Гиршман потом создал отдельную кафедру офтальмологии, был инициатором создания здесь и Харьковского отделения общества помощи слепым, и был один из инициаторов создания училища для слепых детей. И вот когда он в 1905 году подал в отставку и должен был уйти из университета, сразу же возникло опасение, как же так? Гиршман, которому со всего мира едут люди, были же даже у него такие люди, которые приезжали из Индии, а принимать он не сможет, потому что нет клиники. Вот тогда на заседании дома выступил Сенцов, и предложено было собрать деньги для строительства клиники для Гиршмана. Инженер Тервен бесплатно подготовил и архитектурное решение этого вопроса, и это здание было открыто в 1912 году. Он принял около миллиона больных, и когда студенты, которые очень его любили, спросили у него, как ему удалось принять такое количество людей, вот Гиршман тогда сказал, что может быть это было потому, что у меня не было последнего часа работы, у меня был последний больной. А уже открытие в Харькове мирового шедевра памятника Тарасу Шевченко принадлежит немецкому скульптору Монизеру. Всего один год пошел на его создание. Сам Монизер о работе над памятником со временем вспоминал. Ко мне пришли шевченковские дни и ночи. Начал с великого наследия Кобзаря и изучения украинского языка, считая, что без него невозможно до конца услышать и понять народ и его поэта. Мне открылась такая глубина, такое величие и красота шевченковской поэзии, что даже дух перехватывало. Время от времени казалось, что очень хорошо представляю себе его внешность, рост, выражение лица, голос. Академик архитектуры, немец по происхождению Павел Роттерт, был причастным как главный инженер к сооружению второй визитки Харькова, величественного Газпрома. Под его руководством были разработаны рабочие чертежи этой уникальной конструкции, технология индустриального железобетона, подготовлены квалифицированные специалисты и проведена 80-процентная механизация работ. Павел Роттерт был главным архитектором Харьковской южной железной дороги. Он же организовал и строительство управления южной железной дороги и Харьковского дворца культуры железнодорожников. А немецкий архитектор Андрей Тон был в Харькове городовым архитектором, старшим архитектором и членом окружного управления инженерно-военных поселений. Преподавал архитектуру в Харьковском строительном университете и принимал участие в разработке генерального плана Харькова. По проектам Тона построены Харьковский драматический театр на улице Сумской, церковь усекновения Иоанна Предтечи расположена в молодежном парке, колокольня Успенского собора на улице Университетской, Троицкий храм на улице Дубового. По проектам Тона в городе были построены многочисленные дома, под его руководством были возведены сооружения Харьковской духовной семинарии, Института благородных девиц и Хорошевский женский монастырь. Большая заслуга в развитии строительства и архитектуры Харькова Алексея Тица, заслуженного деятеля науки Украины, профессора, доктора искусствознания, немца по происхождению. На его счету множество научных публикаций, исследований, авторских реконструкций, монографий отечественного зодчества. Его научно-педагогическая деятельность была основана на традициях академической архитектурной школы. Запечатлел свое имя в истории Харькова и немец Сеюган Штайн. Он, преподаватель танцевального искусства, в 1816 году создал в городе театр, куда пригласил лучших актеров. Сам Михаил Щепкин, известный артист, не смог ему отказать. Со слов Григория Квитки-Основьяненко. Вот появился Штайн, учитель танцев. Он приглашает лучших актеров из Москвы. Выбор пьес, самые новые, постановки самые лучшие, даже роскошные. Для провинциального театра предвещали ему успех. Он дает свои балеты. Это пигмалион, волшебная флейта. Высокий уровень танцев. Оркестр лучший из всех соседних губерний. Расположен был театр на улице Пушкинской, бывшей немецкой. Впрочем, немцы внесли большой вклад в развитие искусства и культуры Харькова. Город помнит Иоганна Пельцера, основателя первого в Харькове театра-миниатюр. Расположен он был на улице Екатеринославской, 14. Сейчас это Полтавский шлях. А в 1917 году стены Харьковской консерватории запомнили Гека Гуго. Он преподавал гобой и кларнет. Работал он и в Харьковском музыкальном училище, а еще гобоистом в оркестре оперного театра. Мой преподаватель Константин Наумович Белоцерковский очень часто его вспоминал на уроках. Гек говорил, что в этом эпизоде надо так исполнять, надо такой штрих, надо такой характер. В частности, венгерская фантазия, концерт Вебера, концерт Моцарта. Он значительную роль сыграл в воспитании духовой школы, немецкой именно, вот я подчеркиваю, потому что тогда была там немецкая, европейская какая-то еще, но преобладала немецкая школа преподавания на духовых инструментах. Он после этого работал в Московской консерватории, стал профессором, у него масса учеников. Из самых знаменитых учеников его, конечно, это Шевченко, который в Харькове проработал филармонию всю жизнь. Большую плеяду своих учеников воспитал и талантливый музыкант, пианист Максимилиан Пельстрем. Тернистым стал его жизненный путь из-за ареста и преследований через политические мотивы. Но высокая оценка его таланта, эрудиции, профессионализма помогли ему занять достойное место и в Харьковской консерватории, и в музыкальных заведениях города, и в сердцах его учеников и коллег. А вот немец Майк Йогансен вошел в Харьков искусствоведческий, как один из организаторов литературных обществ. Одно из них называлось «Гард», название второго в аплите. Майк Йогансен был поэтом-празаиком. Он написал восемь сборников поэзии и десять книг в прозе. Его значительная фигура, его жизнь и творчество стали символом национального возрождения Украины 20-х годов. Он писатель, он журналист, он редактор, он переводчик, лингвист, киносценарист, спортсмен. Сложно перечислить все то, чем он занимался. Человек такого ренессансного типа. Жемчужины украинской модерной литературы считают его повесть «Путешествие ученого доктора Леонардо» и его будущей любовницей Эльчестер в Слобожанскую Швейцарию. Тот эксперимент, который предложил Майк Йогансен, намного обогнал тогдашнюю литературу. И сегодня произведения воспринимаются как современные. Неслучайно в Харькове уже несколько лет подряд проводится «Югансенфест». Это молодежный литературно-художественный фестиваль, участие в котором берут люди с разных стран. Приезжают к нам и немецкие писатели, прозаики, в частности, из города-побратива Нюрнберга. Среди молодых литераторов это имя определено как обязательное для прочтения. И сегодня издаются избранные произведения писателя, готовится полное собрание сочинений, появляются научные исследования. Защитили десяток диссертаций, посвященных именно его творчеству. Важную роль на приезд немцев в Харьков в XVIII веке сыграло торгово-промышленное развитие. Существенным стало то, что удобное географическое положение Харькова на пересечении торговых путей, которые соединяли Россию с Крымом и Кавказом, Приднепровье с Поволжьем, и способствовало развитию здесь промышленности и торговли. Важным было для Харькова и открытие Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, которая соединяла центральные районы России с портами Азовского и Черного морей. И, становясь большим транспортным узлом, Харьков набирал темпы и в промышленном развитии, и в торговле. Присоединились к этому процессу и немцы, взяв участие в становлении и развитии больших фабрик и заводов. Так возник канатный завод – самое старое предприятие коноплеприотильной промышленности в Украине. Особенным его достижением стало то, что впервые в Царской России в 1902 году был произведен стальной канат. Уже тогда на него был огромнейший спрос. И с 1900 по 1918 года это фабричное производство возглавлял немец Франц Фальк. Ему удалось внедрить новые технологии, расширить ассортимент продукции и рынок сбыта, используя в производстве как отечественное, так и импортное сырье. Очень быстрыми темпами предприятие стало мощным в составе четырех производств – стальных канатов, шпагатного, мешковинного и коноплеканатного. Незадолго с момента начала работы предприятия его продукция пошла на экспорт. На руководящие кадровые должности Фальк приглашал преимущественно немецких специалистов. Канатный завод стал гордостью Харькова, а немцу Францу Фальку принадлежит первенство в создании такой необходимой отрасли в отечественной промышленности. Гений сладостей Жорж Борман Так называли владельца сладкой империи немца по происхождению Григория Бормана. Очень популярной была в Российской империи продукция общества Жорж Борман. Одно из его предприятий находилось и в Харькове. На улице Касарской фабрика заработала в 1895 году. Постоянно совершенствуясь, Харьковская фабрика Бормана уже тогда была оборудована по последнему слову техники. И уже в 1910 году фабрика выпускала почти 2800 тонн кондитерских изделий в год стоимостью в 2 миллиона рублей. Продукция Жоржа Бормана славилась вкусовыми качествами и многообразностью. Какао, шоколад, шоколадные торты, шоколадные фруктовые конфеты, около 2000 наименований. А известно ли современной детворе, что тот самый киндер-сюрприз стал потомком первого шоколадного яйца, изготовленного на фабрике Жоржа Бормана? Только тогда внутри его была не игрушка, а религиозный символ, иконка или крестик. Григорий Борман был пожалован титулом «Поставщик двора его императорского величества». Его продукция получила три золотых медали на Всемирной выставке в Париже. Именно немцам принадлежит и развитие в Харькове пивоваренного производства. В конце XVIII века в городе открывается первый пивоваренный завод. В 1868 году его возглавляет немец «Иван Кнап». Своему заводу он дает название «Бавария» и начинает выпуск пива «Баварское», «Венское» и «Бук». Истинный немецкий напиток пришелся харьковчанам по вкусу. А креативный заводчик-пивовар открыл еще при заводе и развлекательный сад с музыкальным сопровождением в виде немецкого берголя. Это место в Харькове стало одним из любимых мест отдыха в 70-80-х годах XIX века. Но Иван Кнап был не единственным пивоваром в Харькове. В 1872 году Сенатом Харькова был утвержден Устав акционерного общества Григорьевский пивомедоварный завод «Новая Бавария». Его не случайно разместили в селе Григорьевка Харьковского уезда. Именно здесь был минеральный источник воды, который идеально подходил для пивоварения. А земля эта принадлежала помещику барону Николаю Пилор фон Пельхау. В 1875 году завод заработал на полную мощность. Рынком сбыта его продукции была слабожанщина, а со временем и соседские губернии. В 1904 году руководителем завода стал уроженец Баварии инженер Франс Гиршгеймер. Значительной для Харьковщины была фигура промышленника Леопольда Кеннига. Особенной была его роль в развитии сахарного производства. Он самый первый внедряет паровую систему сахароварения и вакуумную переработку. В селе Шаровка Харьковской губернии Кенниг покупает себе имение, которое постепенно расширяет все новыми земельными угодьями, где постепенно, в полную мощь и развивает сахарное производство. Таким образом, в 1874 году Кенниг начинает производство тростенецкого песочного и рафинадного заводов, а в 1881 году запускает Гудянский сахарный завод. С Харьковом связал свою жизнь и немец Николай Дитмарк. В 1891 году он основал в нашем городе механическую мастерскую и два машиностроительных завода чугуномедно-литейный и котельно-механический. Он производил бурильный инструмент, различные насосы, машины для строительства, багонетки, литейные изделия. Сегодня в Харькове на базе созданных фундитмаром предприятий работает завод «Светшахтера». Начиная с 1901 года изделия заводов получали премии, золотые и серебряные медали, как на отечественных, так и на международных промышленных выставках. Завод выпускал различную продукцию, которая пользовалась спросом как на шахтах, как на рудниках, в промышленности, в сельском хозяйстве. Выпускали мы буровые станки, инструменты всевозможные, насосы, подъемные машины, лебедки, масляные лампы. Как общественный деятель Николай Федорович фон Дитмар выступал за цивилизованное отношение между предпринимателем и работником. При этом с его легкой руки были созданы у нас горно-спасательные станции в Донбассе, у нас был создан медико-механический институт, клиника для травмированных в Харькове, были созданы сейсмические и метеорологические станции, была организована химическая лаборатория. То есть Николай Федорович фон Дитмар участвовал всесторонне в жизни Харькова. Существенной для Харькова стала фигура фон Дитмара еще и потому, что он был один из самых активных продвиженцев организаторов, исполнителей, сооружения в Харькове, трамвая. История создания объединения Харьковского машиностроительного завода «Красный Октябрь», которая есть единственным и главным предприятием по проектированию и изготовлению оборудования для кирпичных заводов, уходит корнями в 1870 год, когда харьковский купец второй гильдии, немец Андрей Пельстрем, основал в Харькове машиностроительные и чугунно-литейные заводы. Его помещение было на улице Конторской, 77. Андрей Пельстрем на этом заводе, кроме лития, чугунно-литейного производства, вел механообработку, развивал этот завод. Производилась масса оборудования не только для железной дороги, но и для других отраслей промышленности. До революционного времени завод выполнял заказы военного ведомства Санкт-Петербурга. До 90% продукции кирпича, которая производилась на территории России и территории бывшего СССР, производилась именно на оборудовании этого завода. Если пройтись по старым улочкам нашего города, мы увидим, что совершенно в индивидуальном стиле построены дома с использованием именно красного кирпича, который делается на оборудование завода «Красный Октябрь». И если посмотреть другие города, вы не увидите этого ни в Киеве, ни в Минске. Мы оформили вход в музей нашим литьем, которое отлито заводом было еще до революции. Подобное литье вы можете сегодня поднаблюдать еще только на здании Института сельхозмашинстроения на Московском проспекте находится. Там тоже есть одно такое оформленное крыльцо, как у нас. Гордостью Харькова стал и чугунно-медно-литейный, медно-котельный и механический завод купца Альберта Бельке. Его предприятие стало зарождением отечественного машиностроения. Здесь, на улице Москалюбской, 57, и работал завод беспрерывно, получая заказы на устройство машин и аппаратов для сахарных, винокуренных, водочных, пивоваренных и маслобойных заводов, новейших систем мельниц и макаронных фабрик, аппаратов для шахт, оборудования для парового и водного отопления и на разного рода чугунно-литейные работы, тем самым заявляя о мощном потенциале харьковского машиностроения. В Харькове, в одном из салонов керамической плитки, есть музей, посвященный немцу Эдуарду Бергенгейму. Именно он в 1876 году основал завод по выпуску керамических труб и керамической плитки, а еще ввел производство огнеустойчивого кирпича, гончарных и терракотовых изделий. Плиткой производства Бергенгейма от дореволюционных времен и до сегодня оформлены в Харькове Благовещенский собор и Казанская церковь, в Ялте Ливадийский дворец, в Киеве дом с привидениями. Причастными стали немцы и к основанию в Харькове заводов земледельческой техники для сельского хозяйства. Прогрессировали в этой отрасли Карл Трепке, Эрнест Мельгозе и Максимилиан Гельферих. В 1873 году по адресу улица Конная 27 в Харькове основал свой завод Эрнест Мельгозе. Многообразным был ассортимент выпускаемой им продукции для сельского хозяйства. Особое внимание привлекли молотилка Мельгозе с конным приводом или нефтяным двигателем локомобилем и сложные молотилки Мельгозе с одной и двойной очистками. Эти модели успешно могли заменить дорогостоящие паровые молотильные агрегаты. Именно за высокое качество селки Мельгозе удостоены большой золотой медали. Изготовлением сельскохозяйственной техники занимался и завод Карла Трепке. Дата его основания 1875 год. Этому заводу удалось еще больше расширить производство и спрос на машины и механизмы для сельского и народного хозяйства. А самым крупным предприятием Харькова по производству земледельческой техники было достаточно известное товарищество Гельферих-Саде. Этот механический чугунно-литейный завод немецкий подданный Максимилиан Гельферих открыл в 1879 году, заявляя о себе как активном деятеле промышленной революции начала 20 века. Занявшись производством и реализацией сельскохозяйственного инвентаря, Гельферих стал и основателем отечественной промышленности и известным меценатом. Именно он пожертвовал участок земли на Московском проспекте 145 и 40 тысяч рублей для строительства женской больницы, которая была открыта в Харькове в 1902 году. И уже больше 100 лет известный всем харьковчанам второй родильный дом носит имя Максимилиана Гельфериха. Гельферихской до сих пор называют еще одну больницу в нашем городе. Харьковский меценат основал ее еще в начале 20 века, пожертвовав на строительство 100 тысяч рублей. На территории 17-й городской больницы расположено это медицинское учреждение и сейчас с официальным названием больница супруга Гельферих. А еще харьковчане благодарны Гельфериху за рождение в Харькове футбола. Первую харьковскую футбольную команду создали именно немецкие специалисты завода Гельферихсаден. На своей территории улицы Старомосковской 103, а ныне это Московский проспект, они благоустроили первую футбольную площадку в городе и уже в 1909 году была узаконена футбольная команда, в состав которой вошли 10 иностранцев. Тогда на заре футбола его энтузиасты не ставили перед собой задачу популяризации игры, однако именно они и заложили фундамент великому харьковскому футболу, у истоков которого и стоял сам Гельферих. А вот на средства харьковского купца немца по происхождению Германа Грике был построен наш харьковский старый цирк. Это было в 1905 году. На то время это было уникальное сооружение цирк-театр на площади Жандамской 17, сейчас это площадь милиционера. Само здание было типично парижскому цирку братьев Франкони. Его внутренняя архитектура позволяла использовать не только 13-метровый в диаметре манеж, но и сцену. Этот проект оказался очень удобным и для театральных постановок. Уникальным стал механизм быстрой трансформации манежа в зрительный зал. И под куполом харьковского старого цирка выступали не только акробаты, жинглеры, дрессировщики, клоуны, но и театральные трупы Марка Кропимницкого, Петра Саксаганского, Николая Садовского. После 1917 года цирк Герике стал государственным и считался одним из лучших в бывшем СССР. Но взаимоотношения Харьковщины с этническими немцами не всегда были безоблачными. Самым сложным для них был 20-й век, век революции и войн, когда Германия стала страной-оккупантом, а тогдашнее немецкое население Харьковщины попало под репрессии. По данным Службы безопасности Украины, список граждан немецкой национальности, депортированных с территории Харьковской области в период с 1940 по 1946 год составил 1849 человек. Родился я в городе Харькове 23 января 1927 года. В 1944 маму, бабушку и сестер депортировали в Сибирь за то, что они были немцами. Бабушка умерла самая первая, еще не доехала до Сулевского района. А мама и двое сестер на пять лет были осуждены и жили в Суздальском районе. Тетя старшая, она осталась жива, а мама и тетя, брат и моя мама, они умерли. Тетя Евгений фон Блюме родился в Харькове 28 мая 29 года. В 1943 году 5 февраля вместе с мамой был депортирован в Германию, где работал на заводе Бунаверке в поселок Шкопово. В 1945 году американские войска пришли, освободили лагерь и нас переместили в лагерь перемещенных лиц в городе Торгау, откуда депортировали снова в Советский Союз. В 1947 году, спустя два с половиной года, значит, отправили депортацию как немцев в коми АССР на спецпоселение, где находился я до 1954 года. В 1954 году, после указа о прекращении войны с Германией, мог вернуться в Харьков. В апреле 1942 года, моего отца и двух старших братьев, Ивана и Семена, мобилизовали так называемую трудовую армию на восстановление Челябинского металлургстроя. Тяжелейшие условия труда, полное отсутствие санитарных условий, привели к тому, что мой отец в 1944 года, в 1942 году, умер от истощения. Старший брат Иван умер в 1943 году по диагнозу открытая форма туберкулеза. Брат Семен вернулся из трудовой армии только в 1949 году практически калекой. И еще несколько лет был вынужден отмечаться в спецкомендатуре. Моя мать Елизавета Андреевна в 48 лет заболела тяжелейшей формой астмы из-за тяжелейшего труда в колхозах в Сибири. В начале войны, где-то через месяц после начала к моим родителям, проживавшим своей семьей вместе с бабушкой на Северном Кавказе, пришли вооруженные люди в форме НКВД и заявили о том, что всех эвакуируют. Это ненадолго, с собой взять можно только документы и самый минимум одежды. Людей под конвоем привезли на вокзал, загрузили в товарные вагоны и привезли на западный берег Каспийского моря. Под конвоем же загрузили на баржи. Баржу подцепил буксир и, отбуксировав километров на 80 от береговой черты, бросил баржу, и баржа осталась дрейфовать. Дрейфовала она около 20 суток без воды, без пищи. Эти тяжелые дни унесли троих моих братьев, мертвых выбрасывали в море, затем буксир прибуксировал баржу к восточному берегу, на берегу же конвойны, осматривая вновь прибывшую группу, вырвал у мамы из рук младшего брата грудничка Рудольфа и бросил в кучу мертвых тел со словами «это тоже не жилец». Людей рассортировали на две группы, мужчин увезли и в так называемую трудармию, женщин, детей и стариков увезли на северный Казахстан. Жили мама с бабушкой вначале в землянке и с февраля 42-го года в бараке, работали по 12 часов. Бабушка однажды увидев директора конезавода, в котором они работали, попросила найти папу и узнав о том, что он инженер, директор пообещал найти его. И в начале 44-го года отец появился. Больной, изможденный, но остался жив. Я происхожу из семьи немцев, которые выехали когда-то из Германии и приехали в Россию по приглашению Екатерины Второй. Они жили на Волге до войны в республике немцев Поволжья. Моя мама никогда не говорила об этом. Что произошло с моими дедушкой, бабушкой, я узнала в 12 лет. Одна из родственниц пожилых начала рассказывать мне о том, как их вывозили с Волги, как бежали дети за санями, как сначала вывезли мужчин, чтобы не было сопротивления, а потом по домам собирали женщин и детей, но детей до трех лет нельзя было брать с собой. Стариков и детей просто закрывали в избах. Моих родственников вывезли в Сибирь. Там есть дороги, которые выложены вручную, камнями. Эти дороги выкладывали так называемые трудармейцы. Я, Штром Ирина, родилась в 1937 году. В 1941 году нас депортировали в Казахстан. Прибыли мы туда, нас встретили, выделили нам землянку. Мы там прожили в этой землянке несколько лет. Также нам выделили земельный участок, на котором мы выращивали свои овощи и продукты, где меняли, где продавали, вот чтобы улучшить свою жизнь. До этого отца забрали в трудовую армию и сестру. Отец умер в трудовой армии, а сестра вернулась в конце 1945 года. Современное поколение этнических немцев несет неразрывную память о своих национальных ценностях, традициях, культуре, которые через века не растеряли на драматических терниях своей истории, а передают в память новым поколениям. Об этом говорят их традиционные встречи. Часто они тематические и обязательно творческие. Очередная попытка еще большего понимания и сохранения своих национальных традиций, представления и ощущения своего этнического колорита, хотя бы на примере национального костюма. В костюме в немецком обязательно присутствует вышивка, потому что женщины-немки рукодельницы. Женщины продолжают творить, они это любят, они это умеют и они это делают. Нелли Германовна Диль Сухина, она всего лишь два года назад начала заниматься куклами. Немецкие мастерицы всегда славились тем, что их блюда были типичны для немецких. Мы здесь представили всего четыре вида выпечки. Маленькое канапе, здесь начинка орех, жареный лук, майонез, яйцо, пончик, утренний поцелуй, творожное тесто и начинка фруктовая. Это кухон, немецкий пирог. В верхней часть посыпана мука вместе с маслом и запекается колбаски немецкие с капустой. Вот так не только представить, а и со вкусом ощутить национальный немецкий колорит и помогают такие встречи, которые не дают этническим немцам рассеять из памяти, а наоборот сберечь традиции своего народа. И на современном этапе Харьковское общество немцев Видергебурд вместе с региональными немецкими обществами всей Украины активно присоединяются как к региональным, так и всеукраинским мероприятиям в знак поддержки и объединения всех наций украинского общества для достижения мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok